Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале Жанна в Турции онлайн. Сегодня 29 октября. Я с вами уже и здоровалась, и прощалась. Рассказала о том, как мы заехали и разместились в отеле Arcanus Sede Resort. Обещала больше ничего сегодня не снимать, но мы пошли на ужин, и Остапа понесло. Начала снимать и не смогла остановиться. Решила выложить это видео, чтобы не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. Тем более, что интерес к Турции в эти дни особенно высок. Многие находятся в поисках отеля, и я думаю, что чем больше информации, тем лучше. Основной ресторан так затерян, где-то в районе Лоби. Заходим, смотрим, что мне особенно нравится. Мирабак, Шамлар. Здесь очень интересная система. Каждому на входе обязательно выдают масочку и одноразовые перчатки. Без перчаток и масок в ресторан вход запрещен. Обязательно измеряют температуру. И дальше обращайте внимание, нет официантов, которые накладывают еду. То есть, отдыхающие посетители, так же, как и раньше, сами себе наливают супчики, выбирают закуски, нарезают хлебушек. Все это накладывают в тарелочки. Но обязательно делают в перчатках. Вот для чего они здесь нужны. Сейчас самое начало ужина, поэтому людей в ресторане много. Ну, давайте пройдемся по ассортименту, по меню. Так, здесь разнообразные макарошки. К ним делают подливки. Вот так вот очень красивенько. Вы знаете, вот этот ресторан, вообще этот отель мне напоминает те доковидные, которые были раньше. Я даже не знаю, в какую сторону разворачиваться. Здесь фаер-шоу организовали. Ну, а с этой стороны огромнейший выбор. Ну, не будем, наверное, там все разглядывать. Вот так вот вам, в общем, покажу. Очень много овощей нарезанных. Морковь, помидоры, огурцы, капуста, кукуруза, травы всевозможные, морковь. Ну, о социальной дистанции, конечно, речи в данном случае не идет. Но все в масках и обязательно в перчатках. Зеленый цвет преобладает. Здесь дыни. Так, чищенные, резанные гранаты. Да, сейчас сезон гранат. Есть несколько видов в Турции, но наверняка многие из вас знакомы. Красные гранаты и белые гранаты. Белые гранаты или они бывают светло-розовые без косточек. Очень сладкие, кстати. Ух ты, здесь какая очередь. Но, наверное, у меня не получится прям сейчас вам все это снять, показать. Наверное, моя ошибка в том, что я слишком рано зашла в ресторан, и поэтому сейчас здесь много людей. Посмотрите, какая богатая мясная витрина. Тут же жарят, парят. Так, я вижу курочку, я вижу печень, вижу говядину и баранину. Выбор блюд огромный. Так, тушеные овощи. Вы посмотрите, какие аппетитные куски. Скорее всего, что это? Маринованный, жареный ягненок. Супер. Картофель фри. Здесь рыба, боблажаны, лучок, так, кетчуп и майонезы. Пробираюсь через очереди, но, как видите, такого прям шума особого и ажиотажа нет. Вот когда мы ехали сюда в отель, я сказала о том, что мы не ожидаем ничего особенного от отеля в конце осени. Это касалось в первую очередь бассейнов, анимации, но, как видно по этому отелю, совершенно не касается кухни. Опять же повторюсь, вот эта разделка, наверное, индейки мне напоминает доковидные времена, когда огромных баранов жарили на вертеле. Сейчас очень многие отели экономят на питании, экономят на напитках, но вот здесь это не наблюдается. Так, не вижу я здесь вывеску, что это такое. И, честно говоря, мне кажется, что это не птица, что-то более крупное. Пишите в комментариях, будем с вами обсуждать. Так, тут получается уже бар с напитками. Официанты разносят, можно подойти самим. Несмотря на большое количество людей, мест в ресторане достаточно. Есть еще терраса на открытом воздухе. И вот здесь еще одна витрина с горячим. Так, это что у нас? Фаршированный перец. Здесь уже более-менее свободно дворец Катмар. Не знаю, что это такое. Котлеты. Вот там, конечно, где делают свежий гриль, людей побольше. Так, здесь пополняют, вытирают. Да, нужно более аккуратно, наверное, накладывать себе еду. Это что-то типа бестрогана. На гарнир рис. Для тех, кто не успел или не понял на входе, вот, пожалуйста, здесь и перчатки, и маски. С этой стороны давайте пройдем, посмотрим, сколько специй. Запах такой от них идет. Так, это что такое в горшочках? Очень интересно. Индейка. Так, цыпленок. Такое нежно тушеное. Хорошо, что подогревается. В горячей воде, видите, стоят эти котелки. И еда от этого долго остается горячей. Так, это тушеные овощи, насколько я понимаю. Здесь у нас говядина. Так, это рагу из мута. Ну вот, уже более-менее народ расходится, садится за столики. Первый ажиотаж у витрин спал. И сейчас всем могу пожелать приятного аппетита. Ну и, конечно, особое внимание привлекает вот эта витрина. Вы посмотрите, какое изобилие крабов. По нынешним временам это неслыханная роскошь. Для самого лучшего отеля. Сколько мы ездим, такого я не видела давно. Особое внимание хочу обратить на фруктово-ягодную витрину. Здесь, наверное, представлено все, что сейчас есть на рынках и в магазинах Алании. Виноград разных сортов. Бананы, сливы, апельсины, яблоки, зеленые и красные груши. И что меня особо порадовало, это шикарная хурма. Посмотрите, какая она хрупная, вызревшая. Ну, надо отдать должное, молодцы. Не скупятся здесь ни на еду, ни на овощи, ни на фрукты. Пахлава разнообразная. Сколько видов, вы только посмотрите. И огромный выбор всевозможных пирожных, тортов, пудинги. Вот что-то такое красивое в бокальчиках. Сейчас самое начало ужина и сладкая витрина пока еще не пользуются особой популярностью. Преимущественно все устремились к витринам с едой. Хочу вам показать тыкву, пареную, засахаренную с орехами. Здесь тортики с вот такой вот заливкой. А здесь шоколадные с клубничкой. Ну вот клубники, как отдельно, ягоды нет, зато она присутствует в выпечке. Это просто какое-то гастрономическое безумие. Здесь не получается спокойно поесть. В моем понимании есть это взять какое-то одно блюдо и получать от него удовольствие. А здесь всего так много, что не знаешь на чем остановиться. То ли мясо, то ли морепродукты, то ли сыры. В общем, мы взяли всего понемножку и пиво в том числе. Вот видите, это мой бокальчик. И просто мы дегустируем, оцениваем всю эту вкуснятину и способности поваров. Крабы, конечно, впечатлили Тимура больше всего. Как они тебе, Тимур? Они как раки на вкус, а некоторые кусочки, они очень прям вкусные. Очень вкусные. Я рада, что тебе понравилось. Вы знаете, точно так же, как и крабы, все остальное тоже невероятно вкусно. Ну ладно, салатик это понятно. Мясо тает во рту. Печень очень вкусная. Говядина, такие медальоны прожаренные на гриле, очень хорошие. Вот этот кусок напоминает казан-кабоб с жирком. Вот именно так, как я люблю. На первый взгляд, ничем не примечательный отель. Нас действительно очень удивил в плане кухни. Разнообразие и качество еды и напитков. И чтобы у вас не складывалось впечатление, что в ресторане огромные очереди и не протолкнутся, я вам показываю его минут через 40 после открытия. Кстати, вот эту витрину мы с вами не разглядели, когда зашли. Она осталась в стороне. Здесь большой выбор разнообразных закусок. Фаршированные оливочки, тушеные овощи. Вот этот салат здесь называют русским наподобие оливье. Это что такое? Нарезанные оливки черные. Большой выбор маринованной подсоленной рыбки, сыров, йогурт. И сейчас я вам показываю ту витрину, у которой была огромная очередь, где жарили гриль. Как видите, сейчас там никого нет. Это говорит о том, что не стоит торопиться в ресторан в первые минуты его открытия. Лучше подождать минут 15-20 и прийти, когда здесь уже совершенно свободно. А выбор блюд остался прежним. Всё то же самое. Всё горячее, с пылу с жару. Подносят, дожаривают, выкладывают. Официанты работают очень хорошо. Быстро убирают со столов, подносят напитки. И нет такого, как я читала комментарии, что в некоторых ресторанах через полчаса после открытия уже пустые витрины и абсолютно нечего есть. Нет, тут всё подносят и всего вполне хватает. Не судите это видео строго. Просто делюсь с вами тем, как мы проводим время. И отель Арканус продолжает нас приятно удивлять. Помните, чрезмерное употребление пищи на ночь вредит здоровью. Будьте здоровы и до следующего видео. Завтра я вам продолжу рассказывать о нашем отдыхе в этом отеле. До свидания.